14 октября в Ануфриево прошла встреча руководителя администрации Истринского района Андрея Дунаева с местными жителями. На встрече присутствовала глава поселения Тимохина Надежда Александровна и представители администрации. Как стало уже обычным в этом году, в первую очередь на собраниях жители поднимают вопрос земельного налога и кадастровой стоимости земли. Как решить этот вопрос мы рассказывали в предыдущих сюжетах. После этого перешли к другим темам. Житель всегда прав. Это одна из формул идеологии лидерства, заложенная губернатором Московской области. И в Ануфриевском поселении она работает. Основные проблемы касались большегрузного транспорта, не соблюдающего скоростной режим и его количество на дорогах Ануфриева, а также качество дорог областного подчинения. Еще жители попросили решить вопрос с аптекой, которая на данный момент отсутствует в поселении. Обсудили частные вопросы, в основном они касались сферы ЖКХ. Жителей собралось немного, и Андрей Дунаев пообещал, что в следующий раз информировать граждан о проведении подобных встреч будут заблаговременно. В целом, встреча прошла в дружественной обстановке. Надо отметить, что сельское поселение Ануфриевское, почему я говорю, что я достаточно редко сюда приезжал, ну, собственно говоря, вот именно в таком режиме, специальной встрече с населением, первый раз я здесь, в отличие, скажем, от Дедовского, в отличие от Павловской Слободы, в отличие от того же Новопетровского. Почему? Потому что, да, с одной стороны, на самой окраине, с другой стороны, здесь всегда все благополучно, сигналов негативного характера отсюда меньше всего, а с точки зрения благоустройства, сельское поселение одно из лучших в Московской области, а не только в нашем районе. Поэтому, я считаю, деятельность руководства сельского поселения крайне, ну, по крайней мере, эффективна. Что и подтвердили местные жители. На какие-то вопросы ответить на районном уровне, а какие-то вопросы здесь обосновать. Ну, ряд вопросов, которые можно было бы решить на уровне местного значения, не обязательно было бы задавать и выше. Это моя точка зрения такого. А вообще, я хотела бы сделать и посмотреть вокруг, и сказать, как у нас красиво и хорошо. Ну, конечно, все это за счет администрации. После встречи с жителями Надежда Александровна пригласила Андрея Геннадьевича посетить мансуровские карьеры и познакомиться с интересным проектом по выращиванию товарной форели и сибирского осетра в Подмосковье. Идея организовать рыбхоз в карьере принадлежит его директору Сергею Николаевичу Попову и входит в общий план при культивации карьера. Рыбоводное хозяйство существует всего второй год и пока обеспечивает только жители Ануфриевского и Костровского поселений. Рыбу можно купить в магазине при карьере. А в планах увеличить объемы производства и обеспечить качественной и вкусной рыбой всю область.